Актуальные вопросы в жилищной сфере обсудили в Ефремове. Накануне в город на Красивой Мече высадился настоящий коммунальный десант. Центр общественного контроля ЖКХ, жилы инспекции, региональные министры встретились с Ефремовским активом и обсудили с ними наиболее наболевшие вопросы в районе. Когда-то Владимир Путин назвал Тулу столицей ветхого жилья. И хотя говорил он только о городе Оружейников, но эти слова надолго отпечатались в сердце всех жителей региона. И хотя, как оказалось позже, президент этих слов и не говорил, но даже спустя долгие годы за свои коммунальные права жители области, Ефремову в том числе, продолжают бороться, несмотря ни на что. Такие встречи народный контроль ЖКХ в рамках исполнения поручений главы региона Алексея Дюмина проводит регулярно. Разбор полетов вместе с коммунальщиками для жителей уникальная возможность взглянуть в глаза тем, под чьё заботливые крыло они попали по своей воле. А здесь всё как на фронте. Коммунально. Мои обращения к директору ООО РТС Глотову. В ответ получаю отписки. Кто приходит ко мне на приём, они приняты бывают, независимо от количества. Парадокс заключается в том, что УК вроде бы должны и даже обязаны искать общий язык с подрядчиками, которые после окончания капитальных работ передадут в ведение управляющей компании отреставрированные дома. Однако на деле многие из них даже не встречаются. Не находят они общего языка и с местными жителями. Так в этом доме 33-го года постройки по улице Ленина уже успели пожалеть о долгожданном ремонте. Подрядчик, меняя трубы в доме, практически оставил без отопления в зимний период десятки квартир. Подрядчик здесь делал систему отопления, самовольно заузил диаметр, проходящий по дому у оставленных стояков. В данный момент подрядчиком делается новая проектная документация, которую утвердят жители. И он будет переделать до отопительного сезона все работы. Эти работы не были оплачены. Также с подрядчика была взыскана сумма порядка 350 тысяч рублей, которая пошла в фонд капитального ремонта. Работы в доме продолжаются, но не везде. Подъезд останется в прежнем виде. Не отремонтируют и крышу. Анжела Ким показывает свои узоры на стенах. Кирпичи вообще тут все обвалилось, мы все сделали сами. И опять вот такая ерунда. Несколько лет назад крышу в этом доме уже отремонтировали по 185 закону. Но работы были проведены ненадлежащим образом. И она снова течет. Потратить деньги по программе капитального ремонта на нее теперь уже нельзя. Выход из этого замкнутого круга теперь будут искать в центре общественного контроля ЖКХ. Сейчас будем совместно с администрацией этот вопрос выяснить. И совместно с фондом капремонта. Было ли проведено обследование, какой процент, реальный процент износа данной кругли. И соответственно в какие периоды будет включена капитального ремонта. На встрече жильцов с представителями УК и вовсе выяснилось, что коммунальщики незаконно взымали из жильцов плату за перерасход по ОДН. Всего более 100 тысяч рублей. Теперь эти деньги также планируются вернуть и направить на капитальный ремонт. Алексей Геремин, Андрей Голованчиков, Вести Тула.